Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Реновация микрорайонов или мощный импульс для развития города. Теперь жильцы аварийных и ветхих домов могут не переживать о том, что они получат новые квадратные метры в другом микрорайоне города. О еде изнутри. В связи с жалобами на качество питания в Ненецкой окружной больнице на предприятии Медфуд наведалась проверка. Совсем скоро в школах снова зазвенят звонки. Чтобы все дети были обеспечены канцелярскими принадлежностями, в НАО прошла акция «Помоги собраться в школу». В регионе выявлено еще 13 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 18 человек. Такова ковидная статистика минувших суток. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 200 человек. Из них стационарное лечение получает 61 человек, амбулаторное – 139. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1797 человек. В регионе зарегистрировано 27 летальных исходов от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 905 человек, как близко контактировавшие с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Реновация микрорайонов или мощный импульс для развития города. Теперь жильцы аварийных и ветхих домов могут не переживать о том, что они получат новые квадратные метры в другом микрорайоне города. О программе «Арктическая реновация» расскажем в следующем сюжете. Жилищная проблема в Ненецком округе – одна из самых насущных. В регионе на сегодняшний день достаточное количество аварийного и ветхого жилья. Некоторые люди ждут того момента, когда они наконец смогут пожить в нормальных человеческих условиях не один десяток лет. Но программа «Арктическая реновация» – шанс ускорить этот процесс. Реализовать идею планируется в ближайшие годы в арктических городах страны. Это вселило большую надежду, что самый насущный для них и острый вопрос – проблема жилья – решится в ближайшие сроки, в более короткие сроки, чем изначально это предполагалось. Преимущество еще и в том, что заселять будут в те же районы, в которых до этого жили люди. Они не будут расставаться со своими соседями и дорогими сердцу местами. Но и на этом плюсы не заканчиваются. Впоследствии, если будут застраиваться эти поселки жилыми домами, то бишь это влечет за собой инфраструктуру. Прокладка канализации сетей электрических, благоустройство дорог и т.д. и т.п. И арктическая реновация, она подразумевает именно вот это. Такие микрорайоны, как Южный, Хариверский, Рыбокомбинат, Лесозавод и Новый поселок получат шанс начать новую жизнь вместе со своими жителями. Юлия Завета Кабанова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север. О еде изнутри. В связи с жалобами на качество питания в Ненецкой окружной больнице предприятие посетил депутат Госдумы Сергей Коткин. И руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ Елена Левина. О том, в каких условиях готовят еду для пациентов в больницу, туб-диспансера и жителей дома престарелых, смотрите в следующем сюжете. Значит, каша такая вот, манная, судя по всему. В связи с недавнейшим Михаей в социальных сетях по поводу качества еды и объемов порций блюд, поставляемых МИДФУДом, депутат Государственной думы Сергей Коткин и руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ Елена Левина посетили предприятие. Внимательно посмотрели, в каких условиях, как готовится продукция, какое меню, какой осуществляется контроль, где как хранение продукции. Свою деятельность организация осуществляет с 2016 года. В плачевном состоянии приняли помещение, за счет собственных средств сделали капитальный ремонт. На этих кадрах вы видите снимки помещения МИДФУДа 2016 года. Заменили практически все оборудование. За собственные средства, да? Конечно. Систематически на предприятии проводятся проверки. Разработана определенная программа производственного контроля. Раз в квартал приходят у нас, берут анализ проб питания, смывы, воду холодную берут на анализ. Приготовление еды для больницы, дома-интерната для престарелых и инвалидов и дубдиспансеря проводится строго по технологическим картам. Каждый ингредиент блюда рассчитан до грамма. В данный момент расписываю полдень, завтрак и ужин. То, что по меню идет в больницу. Расписываю, делаю, собирается старая маркировка, кому какой вес и тому подобное. А я, например, гарниры готовлю. Соответственно, выписываю гарниры, которые должен готовить. Тут указано количество человек и вес. Сегодня на завтрак была приготовлена пшеничная и пшеная каша, творог со сметаной, молочный вермишелевый суп. Почему такое разнообразие блюд готовят на завтрак на предприятии? Потому что для каждого учреждения, куда поставляют еду МИДФУД, расписано разное меню. А для некоторых и несколько столов в соответствии с требованиями. А на обед сегодня был суп Рассольник больничный. Сегодня, находясь на пищеблоке МИДФУД, у нас появилась возможность попробовать еду, которая будет подана пациенту сегодня. У нас нет возрастного ограничения. Визу уголовного не работает. Действительно мало соли, но это необходимо по рецепту. А так вкусно очень даже. В ходе проверки прозвучали вопросы о качестве и сытности блюд, доставляемых в разные учреждения. Почему в доме-интернате еда сытнее и вкуснее, чем в больнице? Причина обоснована. У них идет питание приближено к домашнему. То есть у них там даже в нормах есть майонез. У них идет салат оливье. В больнице мы такого сделать не можем, потому что у них идет лечебное. Также сотрудники МИДФУДа раскрыли тайну густой каши в больницах. Консистенция блюда видоизменяется из-за белковой добавки в виде порошка. Это одно из необходимых требований Министерства здравоохранения. Это подъем калоража, подъем содержания белка, потому что в виде готовности в стационаре, они должны удерживать белковую составляющую своего питания, потому что когда четверг болеет, идет большой расход белка, особенно когда идет индукционный процесс. Но чтобы восполнить, вот оно идет в восполнение через питание. Контроль качества доставляемой пищи в учреждение производится непосредственно в самом учреждении ежедневно. В каждом отделении создана брокеражная комиссия, которая отслеживает качество отпускаемой продукции. Из-за подписью заведующего отделения питание отпускается в отделение. Продукты для приготовления блюд доставляют от местных поставщиков, кроме мяса и рывы. Их привозят из Москвы. По итогу проверки замечание не выявлено. Все соответствуют нормам и требованиям. Грубых нарушений, допустим, некачественной продукции, которая здесь есть, я не обнаружил. То, что у нас идет по карточкам технологическому, как каждое блюдо в определенной последовательности готовится в соответствии с определенным процессом, я пока не обнаружил. Напомним, что свою деятельность организация МИДФУД в Ненецком округе осуществляет с 2016 года. Поставляют еду для тубдиспансера, Ненецкой окружной больницы и инвалидного дома-интерната. Катерина Тайбарей, Вадим Стасюк, Телеканал Север. С 1 сентября дополнительное образование в государственных организациях станет бесплатным для всех детей. Для более 6 тысяч юных северян теперь будет возможность свободно посещать секции и кружки. Об этом стало известно в ходе совещания по подготовке образовательных организаций к новому учебному году. Накануне Юрий Бездудный встретился с руководителями образовательных организаций региона и обсудил предложение о возвращении бесплатного дополнительного образования. Мы в округе хотели бы, чтобы семьи с детьми, вот эта нагрузка, которая на них ложится финансовая, максимально ее облегчить. Поэтому такое решение принял. И с 1 сентября дополнительное образование в нашем округе будет бесплатным. Бесплатные спортивные секции и творческие кружки хорошо повлияют на разностороннее развитие молодежи. Сейчас получается, что мы предоставляем возможность любому ребенку получить дополнительное образование. Во-первых, это положительно скажется и на нашей обстановке вообще с подростками и с детьми, которые располагаются на территории округа. Я думаю, что те дети, которые сейчас могут посещать бесплатно кружки, секции, детскую школу искусств, а у нас ведь огромная школа, 700 детей. Это дети, которые не окажутся на улице. То есть преступность, я думаю, что этот вопрос будет решен. То есть мы убиваем двух зайцев? Не двух, мы убираем еще и трех зайцев. Трех зайцев. У нас будет новая возможность найти еще талантливых детей. Дополнительным образованием детей в регионе сегодня занимаются четыре организации дополнительного образования. Детская школа искусств, детско-юношеский центр «Лидер», дворец спорта «Норд», спортивная школа «Труд». Они реализуют дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, туристко-краеведческой, технической, естественно-научной направленностей. Совсем скоро в школах снова зазвенят звонки. Классы и коридоры вновь наполнятся детским смехом. Кто-то из учеников откроет для себя новые учебные дисциплины, а первоклассники – в целом школьную жизнь. Чтобы все дети были обеспечены канцелярскими принадлежностями, в августе прошла акция «Помоги собраться в школу». Подробнее о ней расскажет Дарья Чупрова. «Посмотрите, а это настоящее чудо – глобус. Вообще в каждом классе, конечно, есть глобус. Но каждый ребенок все равно мечтает и грезит, чтобы у него был свой собственный глобус. Я думаю, что какой-то ребенок будет просто в восторге». Наталья Тарасенко помогает раскладывать канцелярские принадлежности, собранные в рамках акции «Помоги собраться в школу». Сама она – педагог, понимает, как все это пригодится во время учебного года. Наталья решила не оставаться в стороне и вместе со своими детьми и их родителями откликнуться на благотворительный проект. «Так как мы детки начальных классов, то мы в основном собирали подарочки для детей младшего школьного возраста. Это тетради, линейки, ластики, точилки. Но также и не остались в стороне ребята постарше звена. Мы собрали несколько тетрадей общих – 48 листов». По словам педагога, задача взрослых – пронести доброту и отзывчивость детей через всю жизнь. Своих убеждений Наталья придерживается. «Я обязательно на классном часе 1 сентября им расскажу, что все подарки передали, что обязательно ребята, которые в этом нуждаются, получат, может быть, от тебя тетрадь или от тебя линейку. Для детей это всегда очень важно, очень эмоционально, и они принимают это всегда с большим добрым сердцем». В этом году неравнодушные жители Ненецкого округа приняли активное участие в акции. Было единственное условие – все предметы должны быть новыми. «Тут и вместительные рюкзаки, и яркие фломастеры. Все эти школьные принадлежности будут переданы семьям, нуждающимся в поддержке». «Семей таких по городу – 40 семей в трудной жизненной ситуации, и по заполярному району – 29. Но посмотрим, сколько получится наборов, заявления у нас уже есть, и будем в ближайшие дни распределять и вручать эти наборы семьям». Были собраны различные учебные предметы, так что наборы будут формировать индивидуально, исходя из необходимости каждого ребенка. «Разные наборы, они будут по-разному укомплектованы, я так понимаю, по мере потребности уже у ребят, которые пойдут в новый учебный год, что им нужно, то мы будем передавать». Организаторами акции являются несколько учреждений. В ресурсный центр добровольчества в течение двух недель жители могли принести школьные принадлежности. Сейчас их передали в комплексный центр социального обслуживания. Оттуда уже наборы будут отданы семьям. Также участие приняло и управление Министерства внутренних дел. «Основная функция полиции, если говорить просто, это помощь людям. А когда помощь нужна нашим детям, то сотрудники управления никогда не остаются в стороне. И в связи с этим мы с радостью, с большой радостью мы присоединились к этой акции, к акции «Помоги собраться в школу», собрали наши скромные наборы, скромные подарки. И очень надеемся, что они помогут в образовательном процессе». Несмотря на то, что поддержка оказывается и со стороны государства, такая дополнительная помощь от населения всегда ценна и необходима. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сотрудники Центра природопользования провели череду рейдов, направленных на профилактику выявления нарушений. В течение недели были проведены мероприятия по обследованию территории Северного Тимана, Каменного города и каньона Большие ворота. На достаточно большой территории были обследованы реки и географические точки. Также были проверены туристические группы, каждая из которых имела специальное разрешение для посещения особо охраняемой территории. «Мероприятия, которые мы сегодня проводили, в результате нарушений не выявлены. Это отрадно. То, что граждане понимают и знают, что необходимо такие согласования получать. Поскольку это ведь не самоцель выдачи согласования, в период выдачи согласования мы разъясняем, что могут наши граждане, какие мероприятия проводить на этой территории, какие нет». Также прошел рейд по Нерестовым рекам Северного Тимана, где были выявлены правонарушения. «К сожалению, конечно, все-таки продолжают иметь место в случае незаконного вылова. То есть устанавливаются все эти. Конечно, хочется сказать, что по сравнению, конечно, мы анализ ведем, по сравнению с предыдущими годами нарушений было больше. Сейчас их меньше. То есть все-таки профилактическая работа, разъяснительная работа, проводимая всеми органами профилактики, конечно, дает свой результат». Все рейды проводятся с целью пресечения нарушений, чтобы люди понимали, что природу нельзя губить. Все незаконные деяния, которые приносят вред природе, носят административный характер. В Ненецком округе появилась еще одна туристическая точка. Эко-тропа босиком по тундре развернулась на территории заповедника Ненецкий. Съемочная группа телеканала «Север» отправилась туда, чтобы узнать, как зародился проект и в чем его эксклюзивность. Василий Ходонзельский расскажет подробнее. «Костяной нос» – место, которое будет служить будущим экологического туризма. Сейчас мы находимся на территории Ненецкого заповедника. Именно здесь пролегает тропа босиком по тундре. На протяжении пяти километров человек шаг за шагом открывает для себя неизведанно красивые просторы. Вся эксклюзивность туристического маршрута заключается в том, что пройдя босыми ногами по тропе, не просто уединяющая с природой, но и чувствуешь всю силу Ненецкой земли. История экологического маршрута началась еще в 2016 году. Исследовав местность, научные сотрудники приняли решение развернуть здесь туристическую тропу. Маршрут пролегает через полуостров. Старт находится у Коровинской губы, а финиш – у Средней губы на кордоне Кост-Нос. Концепция родилась несколько лет назад, вот этой тропы. У нас рядом находится здесь постоянный кордон, где, в общем-то, постоянно находятся сотрудники нашего заповедника. В основном это государство инспектора по охране природы. И место очень такое интересное в плане природы, животного мира, растительности. Тропу создали с целью показать и рассказать гостям заповедника, что именно находится на особо охраняемой природной территории. На протяжении всего пути открываются красивые виды на Печорское море. Интересная коллаборация песка и тундры с разными видами растительности. Мы по тропе можем познакомиться со следами животных, мы можем походить там босиком. Это, конечно же, совсем не обязательно. Одно место как раз будет предложено для того, чтобы попробовать себя, ну, снять обувь и походить босичком. Если вам понравится, вы, конечно же, можете проделать весь путь босиком. Здесь вас не укусит ни змея, там нет никаких осколков, ничего. Ну, десна чистая природа, ягельники немножечко колючие, ну и прекрасные такие поведенные ягоды. На протяжении пяти километров маршрута для туристов организованы 12 остановок, каждая из которых указывает, где гнездятся птицы и охотятся хищные звери, а также где можно встретить опустынивание тундры. Пройдясь по экотропе, помимо завораживающих ландшафтов и местных диких животных, вы можете увидеть навигационные экспозиции, каждая из которых сделана в форме лебединого яйца, которая является символом заповедника Неницкий. На территории заповедника дикие животные отдыхают, набираются сил, плодятся и продолжают свою популяцию. Здесь проходит путь миграции атлантического лосося, сёмги на нерест. Обитают омуль, сик, щука и даже краснокнижные виды рыб. Большая часть заповедника – водно-болотное угодие, где обитают водные и околоводные птицы. Заповедник Неницкий отличается от других, допустим, территорий, потому что он, как минимум, это одна из ключевых орнитологических территорий, где воспроизводится большинство видов мигрирующих птиц, которые мигрируют на на север, здесь гнездовые территории, здесь птицы рождаются, и потом они уже, соответственно, летят в другие страны, в другие регионы. Средства на реализацию экотропы «Босиком по тундре» были выделены из бюджета Всемирного фонда дикой природы. Над проектом по созданию туристического маршрута трудились не только сотрудники заповедника, но и волонтёры и научные сотрудники из других заповедников России. Теперь на территории Неницкого округа появился ещё один туристический маршрут, который вызвал интерес не только у местных жителей, но и у гостей из других регионов России. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал СР. В Неницком округе продолжается проект «Диалог на равных». Студенты и школьники в формате открытой беседы обсуждают вопросы с успешными гостями мероприятия. В связи с острой эпидемиологической ситуацией в регионе предстоящий «Диалог на равных» с Сергеем Крысановым пройдёт в режиме онлайн. Уже 28 августа в 15 часов в социальных сетях на официальных страницах молодёжного центра НАУ пройдёт дискуссия на тему развития молодёжи в культуре и искусстве арктического региона. Приехал по вопросам развития молодёжи, культуры и искусства нашего округа. В данный момент собираемся открывать школу современного искусства. Вот будем обсуждать эти вопросы. Проект дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится ежемесячно в формате дискуссии экспертов со студенческой молодёжью и является частью федерального проекта «Социальная активность» национального проекта образования. Напомню, диалог с фронтменом музыкального коллектива «The Icon» с Сергеем Крысановым пройдёт 28 августа в 15 часов. Прямых эфиров в социальных сетях на официальных страницах молодёжного центра НАУ. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.